Так, у нас сегодня четверг, 4 февраля. Традиционно 7 часов мы встречаемся сейчас в онлайне и проводим сегодня воркшоп. Воркшоп у нас проводит Алексей Колесов. Это программист Колосов. Прошу прощения, Алексей Колосов. Программист с 25-летним стажем, который всю жизнь занимается базами данных. Вот сегодня Алексей расскажет нам про такую СУБД, которая называется Redis и которая относится к СУБД класса SQL. Ее на Википедии странное такое определение. Последние несколько лет Алексей занимается администрированием баз данных, в том числе SQL, Mongo. И вот как раз с Redis тоже имеет большой опыт работы. У нас будет запись. Запись мы выложим через сегодня либо завтра в YouTube. Все останется для потомков. Так. И, Алексей, я тебе передаю слово. Я сам у себя отключу камеру и буду смотреть, какие вопросы задают в чате. В чате можно задавать вопросы пока, если они возникают. И в самом конце можно будет задать вопросы голосом. Хорошо. Да, если что, я тоже буду, когда там логические какие-то блоки заканчивать, тоже в чат буду посматривать. Да, хорошо. Вот. Все, беру эстафету. Собственно, как меня уже представили, зовут меня Алексей. С базами данных работаю давно. Ну и сегодня буду рассказывать о базе данных с UBD Redis, которые называют key-value или ключ-значение. Но на самом деле это больше, чем ключ-значение. Сегодня я раскрою, как ее часто используют и в каких моментах она может пригодиться в более серьезном применении. Соответственно, с чего начнем? Поставить и с чего можно, значит, какие версии сейчас существуют? Сейчас существует шестая версия и активно используется пятая версия. В общем-то, они обратно совместимы, поэтому даже если у вас, допустим, стоит четвертая версия, большинство функций работает и там. Поставить ее можно разными способами. Кто-то в основном ее рассчитывает на Linux-дистрибутивы, поэтому ставят на серверах часто. Но можно под Linux поставить. В частности, я использую такой дистрибутив программы WinNNP, где есть в том числе и Redis. Здесь он пятой версии. Ну, в общем-то, это не сильно критично. Значит, в каких случаях часто используют Redis? Чаще всего Redis используют как прослойку между основной базой данных, не знаю, там, MariaDB, MySQL, PostgreSQL или там даже MongoDB, где очень-очень много данных, и, соответственно, когда они делают какие-то большие запросы в эту базу данных, они довольно длительное время выполняются. Если эти запросы относительно однотипные, используют Redis в качестве кэша для этих запросов, соответственно, из Redis получают эти данные намного быстрее, потому что он находится в памяти. Эта база данных находится, хранит данные все в памяти. Ну, естественно, память работает гораздо быстрее, чем диски. Значит, для примера, у меня есть раскрытая база данных здесь, маленькая, ну, маленькая. Вот находятся здесь данные небольшого такого магазинчика. Скачал просто интернет какую-то сэмпловую базу. Вот она раскидана на таблице, там, где-то информация о заказах, где-то о содержимых заказах, о заказчиках, о продуктах и о поставщиках. И, соответственно, из этих таблиц, чтобы получить какие-то базы, какие-то знания, как так заговариваю, сейчас я расслаблюсь, в общем, чтобы получить какие-то данные, используют такой, например, запрос, который получает некую такую базу данных. Сейчас я попробую ее раскрыть на весь экран, чтобы видно. Ну, в общем, такая табличка, составная табличка. Здесь данные сразу из нескольких таблиц получаются. Значит, выполняется она, вот если посмотреть, просто вот один такой запрос, выполняется 4 микросекунды. Этот, значит, запрос, он довольно большой такой, он выглядит вот так вот. Сейчас я его, вот он внизу выглядит. То есть, ну, как бы, если было бы больше данных в таблицах, выполнялось бы очень длительное время, там, ну, то есть, в некоторых вариантах, там, секунды, 2-3 секунды. Такие таблицы могут понадобиться многим менеджерам. Там, допустим, несколько менеджеров могут одновременно смотреть такие таблицы, и, в общем-то, они однотипны. Но если мы в Redis поместим этот запрос в виде ключа как запрос, вот таким образом, вот у нас ключ, и будем получать эти значения, то мы получим это гораздо быстрее. Так, я что-то не докопировал, видимо. Покажу по-другому. Вот такое, как бы, значение. Это получается гораздо быстрее. Там даже не микросекунды, там вот почти моментально. Я проводил тестирование, делал 100 таких запросов. В общем-то, на 100 запросов в MySQL на такой маленькой базе данных отвечал 200 миллисекунд в микросекунду. А в Redis отвечал в 100. То есть, он даже в таком вот простом варианте в два раза ускорял. Ну, собственно, это вот как, например, поставить кэш для базы данных используется. В том числе могут использоваться на веб-сайтах, часто тоже используются в похожий смысл. Единственное, только, допустим, в качестве ключа используют URL на сайте страницы, а в качестве значения могут поместить HTML-код, сразу готовую страницу, то есть из базы данных ее генерировать и обрабатывать скритами уже не нужно. Сразу готовый блок HTML вставил на сайт, и все. Естественно, это гораздо быстрее, еще ускоряет, еще больше, потому что, помимо того, что не нужно делать базу данных, запрос в основном, еще и не нужно этим скриптами HTML генерировать, там, на PHP, на чем угодно. То есть, это сильно-сильно ускоряет. Такой ключ в значениях может помещать до 512 мегабайт, соответственно, вы можете впихнуть туда вообще любой сайт. Абсолютно. Частнее всего для этого тоже используют. Значит, это вот одно из основных применений, это кэш. Из чего еще, как бы, часто еще в каких ситуациях используют. Есть такое понятие в веб-технологиях, как сессии. Сейчас я открою пример. У меня здесь где-то есть пример. Значит, суть сессии какая? Когда мы заходим на какой-то сайт, у меня есть маленький форум, который полностью использует всю страну. Небольшой такой форум, написанный на ноде, не суть, на чем писать. Сейчас он отработает, у меня запустится. Он использует в качестве основной базы данных Redis. Значит, когда мы авторизуемся на сайте, мы храним какую-то сессию. Ну, обычно, либо авторизация при помощи GVT, либо при помощи сессий. Сессию мы храним где-то в базе данных. Мы можем хранить ее в основной базе данных. Но тогда возникает вопрос, потому что людей может авторизоваться много, хранить этих сессий нужно много. И нужно еще как-то отслеживать отслужившее время своей сессии. Соответственно, удалять их из базы. И это может сильно довольно нагружать и мешать работе основного контента. Но как бы это не задача основной базы данных, хранить данные для сайта, а мы еще нагружаем ее сессиями. Ставит прослойку Redis. Получая такую базу, в которой хранится сессия. Вот она, допустим, с ключа сессии. Мы сохраняем данные о том, что вот человек какой-то зашел с каким-то, и сохраняем частично однем данные. Соответственно, если мы авторизуемся... Авторизовались мы на сайте, получили доступ как админ. И вон, welcome.balk.admin. У нас эта сессия обновилась, и мы на базе в Redis храним полностью данные. Кто зашел, под каким именем зашел, что у него там, какой браузер, какой IP, ID-шник, и все такое прочее. Это, значит, Redis в данном случае положительно влияет на производительность не только своей скоростью, но еще и тем, что у него есть такая встроенная функция, как называют time to life. То есть можно указывать время жизни ключа этого. И, соответственно, мы со скриптовой части сайта снимаем нагрузку на удаление этих ключей время жизни. Когда истекает время жизни, мы этот ключ удаляем. Redis автоматически просто удалит. По умолчанию этот TTL ставится в секундах, но при желании там появились... В последних версиях Redis появилась возможность в миллисекундах даже ставить. Эти TTL можно использовать и в других. И, значит, сейчас я дальше буду раскрывать такую информацию о том, что в каких же случаях Redis может на самом деле послужить вашим целям гораздо больше, чем просто кэш или хранение сессий. Потому что у него довольно уникальное сочетание много функциональностей, множество, и, соответственно, какие-то есть вещи, которые, например, в таком вот сочетании и в других базах не встречаются вообще. Ну, практически уникальное сочетание. Вот. Использование, например, TTL. Вот у нас какие-то... Допустим, в каких ситуациях это может быть время жизни пригодится? Ну, не только в сессиях. Например, давайте гипотетическую ситуацию представим. Метро, большой эскалатор, на котором подниматься целую минуту, 60 секунд. И мы хотим иметь, ну, пример, да, такой, хотим иметь представление, в какой момент, значит, по этому эскалатору движется сколько людей, какие люди это, и, соответственно, у каждого человека мы хотим понимать, сколько ему еще осталось доверху добраться. Вот мы, допустим, создаем ключ. Назову эскалатор. И, допустим, зашел мужчина. Ему осталось ехать... Не знаю, там он... Белый мужчина, да? Ему осталось ехать 60 секунд доверху. Надеюсь, видно все, как я тут пишу. В общем, это командная строка специально для Redis'а написанная. Там эти команды все можно тестировать и запускать. Но точно такие же команды реализованы в любой библиотеке для любого языка. Для ноды, для C-Sharp, для чего хочешь. В разных вариантах даже там есть. Для C-Sharp я, например, использовал их, и две версии разных есть. Вот. Ну, допустим, вот у нас заходит мужчина, и следом заходит, допустим, женщина с авоськой. Ну, искусственный интеллект отметил, что вот она шла с авоськой. Вот она шел-шел. Мужчина, он какое-то время поднимался, за ним зашла женщина. Вот теперь мы хотим получить, допустим, сколько у нас сейчас, в данный момент времени, едет на эскалаторе людей. Вот мы пишем, что эскалатор, вот у нас едет мужчина, и едет женщина. Значит, мужчина, мужчине сейчас осталось ехать 19 секунд. Ну, вот, собственно, если вот посмотрите, вот она меняется. 17-16 секунд, 14 секунд осталось. Подождем еще несколько секунд. Мужчина доезжает до конца своего эскалатора. И вот мы получаем, что мужчина уже ушел, а женщина еще едет. Ну, какое-то время там женщине уже осталось. Эти тотелки можно менять на лету. То есть это прям можно там сказать, что там это такой-то ключ поменяет такому-то ключу на столько-то секунд значение. В большую, в меньшую сторону. То есть это все можно отслеживать. Не знаю, там, например, мужчина оказался спортивный и побежал вперед-вверх по эскалатору. То есть вместо 60 секунд он будет двигаться гораздо быстрее. Там за 20 секунд бежит. Ну, примерно такого вот свойства. Я дальше продолжаю, значит, где еще может применяться Redis. Помимо вот этих вот. Значит, почему вот Киевалю называется, собственно, основная структура данных – это вот ключ значения в строковом варианте. Строка ключ, строка какого-то значения. В строке можно хранить JSON в виде строки. Собственно, любые данные можно сохранять туда. Но, помимо этого, есть еще множество других структур данных. В Redis не просто ключ значения. Например, такая структура, структура как списки. Весь список этих значений типов данных можно посмотреть на самом деле. Документация, она довольно простая, но здесь по-английски, но довольно просто и все понятно. Есть такое значение, как список. значит, в ключе хранится не одно значение, а несколько. Таким образом, список как бы вы добавляете в конец, грубо говоря, как очередь получается, в конец списка какое-то значение, и можете потом взять из начала этого списка значение, которое было в начале. Соответственно, можно просто посмотреть, есть ли она там или нету, и можно удалить, и там разные варианты и вот как бы сочетание. Это вот как реализация, например, электронной очереди. Вы добавляете в очередь людей, и как бы потом из начала очереди люди получают свою услугу, там допустим. Вот у них есть ряд команд, которые с этим работают. Их довольно много на самом деле, и они немножко по-разному работают. То есть можно получить сразу несколько вариантов, можно получить только левый, только правый, и таким образом работать. Вот подробнее можно почитать на сайте. Тут есть прям примеры, то есть допустим, удалить из начала очереди ключ, команда pop, и вот тут даже есть готовый пример, можно с помощью командной строки попробовать посмотреть, как это все работает. Структуру данных еще какие там есть? Помимо списка, помимо списка есть еще множество. Отличие от списков множество в том, что это все-таки куча, это не куча, к значениям, которые вы можете получить в произвольном порядке. То есть, если, допустим, в списке вы получали только начало очереди, значения могли получить оттуда, то во множестве вы можете получить где-то там изнутри. И у Редиса есть два типа множества, значит, это неупорядоченное множество и упорядоченное множество. Неупорядоченное множество отличается от неупорядоченного в том, что там случайным образом сохраняете. То есть, фактически кучу, накидали туда кучу все значения и храните. Соответственно, вы можете работать с этим, как проверить, находится ли какое-то значение в этой куче, удалить это значение, добавить какое-то значение и как-то с этим работать. У упорядоченного множество помимо самого значения в куче добавляется еще так называемый скор, то есть, это вес, грубо говоря, элемента, так вот, допустим, по которому вы можете упорядочить это значение, то есть, отсортировать. У вас получается автоматически будут сортироваться эти значения по этому скор. Эти скор тоже можно на лету менять, и по ним можно также делать выборку, то есть, получить только определенный регион этих значений. Все, вот здесь тоже есть куча программ, этих команд, вы можете все это обработать. Я не останавливаюсь подробно на каждом из этих случаев, потому что, в общем-то, если все это рассказывать, затянется надолго, но на примерах можно потом в дальнейшем посмотреть. Я сейчас завершу обзор и покажу, как это на форуме может выглядеть база данных. Там все эти структуры данных используются. Так, ну и самое интересное, наверное, структура данных, которая может в Redis использоваться, это хэш. Хэш-таблица. Значит, ближайшее значение, собственно, так как и в SQL-базах таблицы. То есть, вы храните внутри ключа маленькую такую табличку, именованные их поля, именованные значения. То есть, давайте я сразу тут как раз на пример на обещанные переключусь. Допустим, вот конфиг сайта, вот у нас форум с конфигом, и вот у него хэш-таблица, ключ-конфиг, и у нем есть поля внутри. Допустим, title, ну, title, у него есть ключ, свой подключ, грубо говоря, и свой, свое значение. Вы можете точно так же строки, числа хранить, все, что угодно здесь хранится. Вот массивы кто-то хранит в JSON-овский. Таким образом, собственно, даже используя просто вот эти структуры данных, вы, собственно, позволяете использовать эту Redis для почти любого случая, для любого сайта. Единственное, конечно, определенное ограничение имеет, то есть, у вас потолок размера базы данных, это доступная оперативная память на сервере. Там, процентов 80 отсчитываете от доступной памяти, и вот это максимальный размер, который будет нормально работать. С этим тоже можно бороться, я немножко остановлюсь на этом подробнее потом, уже в конце немножко. Соответственно, чтобы проектировать такие базы, конечно, нужно более такой вдумчивый подход, то есть, это нельзя там, как в Монгдебинеке, Джессоны без схемы, или как в Майосквилите все таблицы сразу все видеть, немножко здесь это по-другому выглядит, но, как бы, почему это актуально, приведу два примера жизни, собственно, где используются key-value такие хранилища подобного плана. Windows-реестр. В реестре Windows все ключи реестровые хранятся в точно таком же виде. Ключ, значение. Ключ у него есть иерархия, собственно, Redis тоже поддерживает эту иерархию, то есть, мы можем поддерживать некое подобие иерархии с помощью двоеточия между, в названии ключа можно использовать двоеточие между иерархическими элементами. и, допустим, вот, смотреть юзеров, вот, какие счетчики, значит, очень актуально Redis для счетчиков. И второй пример из жизни, который используется, наверное, еще даже больше, чем реестр в Windows, это файловая система. Точно такой же смысл. Путь до файла идет ключ, значение сам файл, это вот значение, собственно, как бы, если уже в таких случаях используют, то сам, как бы, можно понимать, что и для обычного сайта, для вашего приложения в качестве основной BD основной и единственной BD можно использовать и Redis. Ну, еще помимо этого, там и в кубернетисе используются для хранения состояния, и вот это вот много всего вот этого остального. Основные моменты такие вот я раскрыл. Это вот, я замечу, это только основные моменты. Есть еще, помимо этого, другие моменты, которые, давайте я сейчас маленькую паузу посмотрю, там написал кто-то в чате или нет. Вопросы и продолжим. Да, надо понимать, что 4 миллисекунды или 4 микросекунды это на маленькой базе, но у меня маленькая база там по 10 значений, а если у вас, допустим, какой-то серьезный магазинчик, который существует несколько лет, у него записи эти будут десятки и сотни тысяч, а то и миллионы. И, собственно, там один такой запрос, это будет совершенно не за миллисекунды выполняться. Он будет выполняться целые секунды, и там, при том, что Рейдис, собственно, обращение к памяти одинаковое, он эти данные за те же 100 миллисекунд вам выдаст, и там уже будет не двухкратный прирост производительности, а десятикратный. непонятно, как подменять запросы и где это делается. Это в вашем приложении, вы пишете приложение, вы же формируете в приложении запросы к базе данных, и, соответственно, вы примерно представляете, какие запросы получаются в итоге, чтобы получить какие-то нужные вам данные. И формируете этот запрос, ключ, но там обычно не в таком виде хранится, как я показал, это для наглядности показал, что прям целый запрос вот такой вот сохраняем сюда в виде строки. Там обычно делают от него хэш, и он выглядит как, не знаю, там хэшированная такая строка, небольшая строка, и по нему там ищется очень быстро, все хорошо, быстро. Соответственно, вы в приложении определяете, есть в кэше это такой ключ или нет, если нет, делаете запрос в основную базу данных, данные получаются, сохраняете в кэше, и в дальнейшем вы просто из кэша сразу берете данные, если они там есть. Ключом сессии, значит, что является ключом сессии? Оно обычно вставляет вообще рандомную строку, генерирует какую-то хэш-строку из текущего времени и сохраняет под ключом. Куки, нет, куки в данном случае немножко другое, куки это место, где сохраняется этот ключ на стороне клиента. в данном случае мы речь идем на стороне базы данных, это бэкэнд, на стороне самого сайта, внутри сервера это храним данные. А так, да, то есть, как бы на, если мы посмотрим содержимое кукисов для приложения, то да, вот оно, кукис, вот он сохранился, этот кукис. вот этот ключ, по-моему, вот он совпадает, совпадает он, нет? Да, вот он совпадает с тем ключом, который в базе данных. Соответственно, когда запрос идет с клиентского браузера на бэкэнд, он сопоставляет эту куку, автоматически передается и получает содержимое о том, кто это вообще пришел такой, да, то есть, юзер один с такого-то IP, с такого-то браузера, в какое-то время он запрос сделал, авторизовался, ну и так далее, там много разных вещей можно хранить. Так, да, вот теперь, соответственно, в некоторых особенностях Redis. Redis, ну, упоминало, что Redis хранит базу данных в памяти, но мы можем настроить Redis, он, собственно, по умолчанию в одном из этих режимов работает, чтобы сохранять, сбрасывать дамп всей базы данных на диск. Соответственно, по умолчанию это настраивается в конфиге, ну или прям на лету можно командами настраивать, в таком, как бы, своеобразном варианте работает, вот тут вот настраивается, делает снапшот, допустим, значит, в чем смысл вот этих конфигов? Здесь определяется, что, допустим, каждые 60 секунд сервер Redis проверяет, сколько сделало запросов, суммарно вообще запросов, сетгет установок на получение там каких угодно запросов, и, допустим, если вы очень часто много работаете с базами данных, и это количество превысило 10 тысяч ключей за 60 секунд, он автоматически сохраняет базу данных. Если 10 тысяч за 60 секунд не сделалось, он смотрит дальше, значит, соответственно, если хотя бы 10 раз база данных изменилась, если какие-то запросы получились за 300 секунд, он тоже сбрасывает базу данных на диск. Ну и хотя бы какой-то запрос за 15 минут произошел, допустим, он тоже сбрасывает на диск. Эта команда есть также на самом сервере, то есть там команда так и называется, Save, вы можете через библиотеку дать команду Save, она автоматически сохранит эту базу данных. Это актуально в тех случаях, когда база не очень большая, то есть там несколько сотен мегабайт, не больше, у вас быстрый SSD диск, допустим, на сервере, и вам не критично, чтобы если он, например, за последнюю минуту что-то у вас потерял, ну не знаю, там сессию, не страшно там, если человек, какие-то два, пару человек за последние 60 секунд зашли, ну собственно, повторно переавторизуется и все. Но помимо этого есть и, значит, у этого режима есть еще дополнительный режим, называется он Append to File, также он включается в конфигах, сейчас я его найду, да, вот он, по умолчанию он выключен, но можно его активировать, и, значит, в чем, как бы, суть, когда вы его активируете, этот режим Append to File, помимо дампа самого файла базы данных, рядом создается еще один файлик, который служит для того, чтобы все ваши операции, производимые сервером Redis, сохранялись по порядку в конец этого файлика, ну собственно, как логи файлов все ведут. Это очень слабо нагружает систему, и практически все ваши действия, то есть, ну как бы, все они сохраняются, и потом всю историю все это можно восстановить, и, как бы, текущее состояние, даже если сбойнул, ну там сервер призагрузился, никуда данные ваши не потеряются. Единственное, только, как бы, тоже тут надо понимать, что если данных очень много, то воспроизведение всех историй всех команд, это может занять какое-то определенное время, там, несколько секунд при поднятии базы данных, но данные никуда не денутся, никуда не потеряются. Вопрос был такой, значит, что такое DB0, DB2, DB1? В отличие от стандарта СУБД, где база данных мы сами создаем, допустим, как в MongoDB, мы создаем коллекцию, сами ее называем, как мы хотим, в MySQL мы создаем базу данных или таблицу называем, как мы ее хотим, в Redis подходят немножко другую, по молчанию создается некие такие изолированные, как бы псевдоизолированные пространства, которые нумеруются, по молчанию создается 15 штук или 16, эти значения при рестарте можно менять, сколько вам нужно этих маленьких баз данных, здесь есть параметр, вот датабейс, 16 баз данных по молчанию создается, можно до, по-моему, 256 баз данных создавать, они выглядят, то есть там и в приложении вашем переключаться, то есть как это выглядит, я когда смотрю здесь ключ из нулевой базы данных, я могу переключиться на первую базу данных и получить весь список из второй базы, вот все ключи из второй базы данных, недавно в шестой версии, до пятой, до шестой, да, до шестой версии защитить редис можно было только паролем, то есть вы делаете пароль на весь инстанс редис, который вы запустили, на весь экземпляр, и только таким образом можно было ограничить доступ. В шестой версии у них появилось некое подобие access control list, где можно создавать пользователей с паролями, на текущий момент там можно ограничивать доступ этих пользователей к командам, но у них есть, по-моему, значительные планы по расширению этих свойств, то есть там можно будет что-то близкое к обычным правам использовать потом. что еще? Они по умолчанию используются. Вы можете, если у вас, допустим, в каких случаях использовать разные BD, ну, собственно, вот как я, например, логически разделить структуру базу данных на номерованные, то есть у вас, допустим, в нулевой базе данных будут какие-то счетчики, в первой базе данных у вас будут какие-то там, не знаю, там настройки, а во второй будет контент сайта, допустим, странички храниться. В четвертой там пользователи вы можете так, можете все в одной куче хранить, но если хотите разделить, вот так можно разделять. Можно несколько сайтов, допустим, в нулевой базе данных один сайт в первый, другой сайт и так далее. То есть такие вот вещи. Если вам не критично, чтобы один сайт имел доступ к базе данных, другой тоже можно вот так вот. На производительность это никак не влияет, это, собственно, может влиять только на объем данных. И то, как бы там, что вы храните в памяти 100 мегабайт или 1 гигабайт, главное, чтобы у вас оперативной памяти хватало. И еще может влиять производительность, когда вы сохраняете эти данные на диск, соответственно, когда вы перезапускаете инстанс, он эти данные диска будет читать, и чем больше данных, тем дольше читает. Вот единственное влияние на производительность. Что еще? Значит, вот отвечу на вопрос. Ну, формулы, наверное, особых нету. Единственная формула, которую я могу сказать, это что порядка, значит, когда вы рассчитываетесь, ну, вы понимаете, что у вас ключ, это строка. Соответственно, когда вы профилируете ваши запросы в базу, неважно, в Mongo, в MySQL, в Postgres, вы профилируете, вы примерно понимаете, какие данные можно в кэше хранить. Соответственно, какого размера ключ, какого размера строка полученных данных, примерно считаете, сколько этот ключ будет весить по объему, и сколько вам, вот у вас, допустим, на сервере есть, допустим, 16 гигабайт, отсчитываете 75%, и вот считаете, что 75% от Азу на сервере, это сколько там, 12 гигабайт и 16, вам доступно для Redis. Если больше 12 гигабайт в Redis поместить, ну, собственно, там уже будет деградация, потому что он начинает немножко не так быстро работать. Это если у вас один инстанс Redis, не запущенный в кластере. Про кластеры я чуть попозже расскажу. Количество запросов, ну, собственно, я как упоминал, эта база в памяти, она очень быстрая. CPU, чем быстрее одно ядро CPU, тем лучше. Redis однопоточный, один инстанс Redis употребляет одно ядро CPU. Собственно, чем она быстрее по гигагерцам, тем быстрее все это обрабатывается. Вы можете на сервере несколько инстансов Redis запускать, каждый из них будет использовать свое ядро и, соответственно, работать на своем порту. Так, немножко сбился с мысли. Память, Redis. Ну, наверное, дальше, да. Что-то я хотел сказать, как-то сбил у меня с мысли этот вопрос. Нет, про кластер это я бы попозже расскажу. Это больше администрирование и программирование. Но это тоже интересно. Надо понимать, что такое есть, и это тоже можно сделать. Значит, у Redis, да, есть еще интересная особенность, которая тоже в некотором смысле отличает от стандартной NoSQL базы данных. У нее есть некое подобие транзакции. Это значит, вы можете одной командой отправить сразу несколько команд в одной. И, соответственно, это называется pipeline. Как это происходит, можно посмотреть на самих. тут же второй момент, что вы можете одной командой отправить ряд команд, и, соответственно, если хоть одна из этих команд не выполнится, соответственно, все остальные тоже вернутся, то есть они тоже не выполнятся. Можно сразу несколько значений ставить через одну. То есть, как бы, такое подобие транзакций получается. При желании можно воспроизвести и, как бы, тоже некоторые связанные данные заносить, как бы, сразу единым блоком. Таким вот. Ну, давайте дальше. Где еще, значит, какие же, я все обещаю вам, интересность, интересность. И чем еще интереснее на Redis? В каких случаях он может пригодиться и в какой функциональности в той же, например, Monge, например, даже не снилось? Есть такая штука, называется publisher subscriber. Ну, или издатель подписчика. Типичный пример – это чаты. У вас есть чат. В данном случае publisher – это название чата, конкретная комната в чате. А subscriber – это тот, кто подключается туда, участник. Вот они, каждый из участников подписывается на оповещение конкретного паблишера, издателя, и получает эти данные. В Redis это есть. Да, это не реализовано не так, как, например, в ZeroMQ, но это очень хорошо работает. Например, давайте покажу. Вот, например, чат. Мы создаем... Так, давайте, не будем думать. Чат просто. И будем туда писать. Так, у меня почему-то не подсказывает. Паблишер. А, вот, паблишер. Нет, неправильно. Значит, есть некий, допустим, канал с названием чат, и можно туда отправить сообщение. Ну, собственно, вот как отправилось. Это на стороне какого-то сервера клиентского. Но мы можем подписаться. Значит, мы подписываемся на сообщение в чате и ждем, значит, какие-то оповещения. Вот, допустим, мы пишем там, что ивент какой-то произошел, да. Все, вот видите, мы отправили оповещение от издателя, и, соответственно, текущие подписчики все получили это сообщение с канала ивент, точнее, как, с канала чат получили сообщение ивент. Соответственно, мы можем там отправлять несколько таких сообщений, каждый из них получается. Значит, издателей на одном именовом канале может быть один, а вот подписчиков может быть несколько. Если я, например, подпишусь еще в каком-то месте на эти же сообщения, то я точно так же при отправке сообщений начну получать и там, и тут. Вот они, и там, и тут получается одновременно. То есть и тут получаю сообщение, и тут получаю сообщение. Тут, наверное, не видно уже. Вот так вот беру. Единственное, значит, значит, что в этом как бы паблишер, в этой реализации у Ридиса то, что если в какой-то момент один из клиентов отключился, ну, не знаю, там, сервер в перезагрузку ушел, допустим, да, или клиент потерял связь с интернетом, то при отправке сообщения издателям актуальные подписчики его получают, а вот неактуальные уже не получат. То есть и даже если я подпишу сейчас на эти сообщения, то я их уже никак не получу. Все, то есть, ну, как бы, они считаются утерянными. В, по-моему, в пятой версии Ридиса уже придумали более продвинутую версию этого реализации. Называется она Stream. Да, ну, собственно, вот человек рассказал в чате. Вот. Почему я сейчас уточню, в чем отличие. У него, значит, вот здесь есть подробные, какие команды используются, как это все происходит. Можно подробнее почитать на английском языке, в общем-то, несложно. В любой библиотеке для языка, для любимого вашего языка эта реализация есть. Значит, с пятой версии появилась реализация Stream. Значит, ее я не буду показывать, если кому интересно, документацию почитайте, но суть ее такая, что это, по сути, журнал, куда вы похожим образом пишете какие-то сообщения, причем они там могут структурированные сообщения, там очень разнообразные данные можно записывать, и в любой момент клиент, подключаясь к этому стриму, может получить вся или какую-то часть данных, которые были до него. Вот, как бы, это принципиальное отличие от, допустим, таких типичных, как RabbitMQ, которые очередь сообщений хранят до тех пор, пока все их видят. В паблише в сабскрайбер, типичный в Redis, он не хранит историю, клиент переподключившись, не получит предыдущие сообщения, в стриме он и получит, но там тоже какие-то есть ограничения, если вам нужно, как бы, чаще всего этого достаточно, я, например, использовал этот режим паблише сабскрайбер в реализации электронной очереди для подключения к игровому серверу, то есть, мне, собственно, когда освобождалось место на игровом сервере, я в какой-то общий канал посылал сообщения, все клиенты получали это оповещение, что место освободилось, и, соответственно, смотрел, кто из них, кто зашел в какую очередь, ну, там, тоже использовался список, брался из очереди первый, который там в очереди стоял, и заходил на сервер через лаунчер. Вот, соответственно, там не критично было, потеряется, то есть, как бы, переподключится клиент, даже хорошо, что он не будет почитать историю, то есть, его кинет все равно в конец, ну, то есть, такие вот вещи, но если вам нужно, чтобы это прям вот сохранялось, прям вот, история всех этих сообщений при подключении вам читалась, используйте стримы, и, в общем-то, это очень близко к тому, что позволяет RabbitMQ, то есть, вот, никакое, то есть, вы уже понимаете, да, вы уже можете хранить кучу данных в Redis, вы уже можете заменить сервис очереди сообщений, как бы, ничего другого вам больше не надо, все в одном, ну, уникальность. Давайте идти дальше. Ну, собственно, я надеюсь, что ответил, в чем отличие. Значит, в Redis, помимо структуры данных и команд работы с ними, строк, там все такое, есть такая штука, называется Geo, ну, собственно, это координатные метки, сейчас я открою список команд, и прямо тут целый пример даже есть, тут даже ничего придумать не надо. Вы можете в качестве ключа значений на сервер добавлять эти географические метки. Выглядит это вот так вот, то есть, вы добавляете, делаю побольше, покрупнее, вот, вы добавляете, допустим, название объекта, долготу и ширину. Соответственно, допустим, у вас, вот тут целый пример есть, даже можно посмотреть, чтобы было понятнее. Так, не здесь, а в другом месте запущу, чтобы не мешалось. то есть, в чем смысл? Ну, допустим, на примере городов Сицилия, координаты такие-то, Палерма, координаты такие-то, катания, координаты почему-то не скопировались. Ну, смотрите потом по документации более подробно, как это все. Вот, сохранился Сицилия с координатами такими-то. А, это уточнее, Сицилия, это страна, у нее центр тут находится, а, соответственно, есть еще города с такими-то координатами. И когда вы при помощи каких-то вот тут команд, есть список команд целый, можно посмотреть, вы можете определить дистанцию до, между городами, то есть, вот у нас получился эти строка, то есть, между Сицилией, Палерма и Катани по прямой получается сколько там, 166 километров 274 метра, ну, примерно, плюс-минус, да. Это очень такой, ну, очень простой подсчет, но, тем не менее, в некоторых случаях он тоже может иметь смысл быть, допустим, при расчете на интернет-магазинах стоимости доставки. Там не учитывается, как будет ехать курьер, но вам нужно разделить примерно на зоны, там, в радиусе, допустим, от магазина, 10 километров, 20 километров, 30 километров, и, соответственно, рассчитывается стоимость доставки. Вы можете определить, помимо дистанции между объектами, также и радиус, то есть, вы можете получить, имея в базе объект, вы можете сделать запрос, что вот в таком-то, допустим, объекте в городе по таким-то координатам, отправная точка этих координат, в радиусе 100 километров, покажи мне, какие объекты еще есть в базе. Вот он, допустим, в радиусе 100 километров есть катание. Тоже хорошая штука. А, допустим, в радиусе 200 километров у него уже два города. Вот я, допустим, ставлю 200 километров, он и полермой еще туда добавляет. В каких случаях это может пригодиться? Не знаю, вообще, актуальнейший пример – курьеры. Так как Редис работает очень быстро, вы можете с девайса, который у курьера всегда про себе, смартфон, с помощью приложения отправлять геоветрические метки, где он находится. Соответственно, в базе будут всегда практически в реальном режиме координаты мест, где находится тот или иной курьер, и вы еще сохраняете координаты пунктов выдачи, допустим. И когда приходит заказ, допустим, доставить с такого-то пункта выдачи, не знаю, там, с KFC, такой-то заказ, и вы можете при помощи команды GeoRadius посмотреть, кто там в радиусе, допустим, двух километров, какие курьеры есть возле этого KFC конкретного. Точнее, как, вы можете сначала сделать запрос, посмотреть, какие ближайшие KFC есть рядом с клиентом, выбрать этот пункт выдачи KFC, и сделать запрос, посмотреть, какие ближайшие к ним есть свободные клиенты. Вот так вот. А, соответственно, потом переслать этому нужному клиенту, имея на руках его одежник, переслать ему этот заказ. Все. Ну, а рассчитать стоимость доставки с помощью Geodist. Все. Самый простейший случай очень сейчас может быть актуальным. Вот. С любой доставкой. И, как бы, плюс, опять же, еще раз напоминаю, это все еще Redis. Все еще, как бы, вам ничего не нужно для этого дополнительно подключать никакой дополнительной библиотеки. Это все работает в любой реализации библиотеки для вашего языка. На любом там, на Python, на Node, на JS, на чем угодно там. Что еще? Ну, давайте еще вкратце расскажу о том, что еще есть. Это тоже далеко не все, что есть. В Redis есть, ну, если работали с любой базой данных типа MySQL, Postgres, есть хранимые процедуры. Вы можете составлять некие запросы и выполнять их не на клиентской части, а запускать на сервер. Естественно, сервер сам себе обращается гораздо быстрее, он эти данные быстрее обрабатывает и вам быстрее выдает. Вот у Redis есть похожий механизм, у него есть встроенный скриптинг на языке Lua. Lua это, собственно, похожий язык, как на JavaScript. Он такой вот очень упрощенный вариант. здесь даже сразу готовый пример, то есть вы вместо того, чтобы там get ключ 1, get ключ 2, get ключ 3, вы можете просто сохранить процедуру, такой вот кодик в Redis внутри и потом просто запустить его. Ну, это самый простой пример, как бы так, как бы в таком виде, конечно, использовать его нет, но вы можете писать там очень разнообразный, там из этих скриптов можно обращаться наружу, получать какие-то данные, формировать из нескольких данных сборные данные, то есть, как бы вот это вот, например, тот же самый механизм в SQL LeftJoin, когда вы из разных таблиц компонуете разные, как бы одну таблицу, как я в самом начале показывал, то есть вы вот Lua скриптом можете как бы запустив его на выполнение, получить эти все данные, сформировать и выдать нужные данные уже в таком, каком-нибудь там JSON-чике или там какой-то табличке или что-то такое, в собранном виде, грубо говоря. Это сильно ускоряет работу, потому что так бы вам пришлось каждый из этих запросов делать в программе в вашем скрипте, делаешь в программе один запрос, делаешь другой запрос, потом компонуешь в вашей же программе и вашем же скриптом эти данные в нужный вам вид, и только тогда вы начинаете с ней работать, ну как бы, а в Lua вы запустили уже готовый скрипт на Redis, и все сразу вам выдалось в готовом виде. Ну, собственно, документации можно более подробно почитать, как это все работает, как даже отладка есть у него какая-то, и что-то такое планы. Теперь из более такого расширенного, так сказать, понимания, что же такое Redis и как можно с ним работать, до сих пор я рассказывал в разрезе того, что это один инстанс, в данном случае ограниченный размером АЗУ на одном сервере, но Redis умеет работать в кластере и шаргинге. Значит, что это такое? Ну, это пример high available, то есть это высокая доступность для клиентов и много данных. Значит, по умолчанию Redis работает в единственном режиме, то есть вы запускаете один сервер Redis, и он вам, собственно, работает один. По-моему, со второй или с третьей версии Redis появилось, называется режим Sentinel, это когда вы запускаете клиент Redis, сервер Redis другим немножко бинарником. Значит, в чем суть? Вы настраиваете репликацию, то есть вы, получается, делаете реплику, у вас есть мастер реплика основного сервера, и у него есть несколько других реплик. Это запускается очень легко, опять же, это можно почитать документацией, на самом деле это просто достаточно в конфигурации где-то здесь добавить, то есть вы запустили основной сервер, и потом просто запускаете ведомые сервера, слейв сервера, где указываете, какой IP у мастера, и все, он автоматически подключается и начинает синхронизировать. По умолчанию он только на чтение у слейвов, но это не суть. Вот режим Sentinel, значит, он позволяет на ходу переключать мастера. То есть у вас, допустим, три экземпляра, три реплики, один из них мастер, вот он падает, и чтобы не потерять возможность записывать базу данных, Sentinel, режим Sentinel переключает на доступную реплику, тем самым делая ее мастером, и, соответственно, вы с ней начинаете работать. Ну, собственно, здесь даже маленькая схемка нарисована. При желании слейв копию или реплику можно тоже делать возможность на записи записывать в нее, хотя это очень не рекомендуется, ни для этого придумано, так скажем. это можно использовать в том случае, когда вам нужно распределить нагрузку, то есть у вас есть некое центральное место, куда вы одновременно записываете и считываете данные, но вы хотите, как бы, вы понимаете, что это дает большую нагрузку на сервер, вы распределяете по репликам, и, допустим, ваше приложение начинает читать из реплик на чтение эти базы данных, они реплицируются очень быстро, соответственно, везде актуальны данные, и вы распределяете нагрузку по чтению, размазываете по нескольким местам. Потом появляется, по-моему, тоже как раз в третьей версии появляется кластер, режим кластера. В чем смысл режима кластера? В простейшем варианте вы, наверное, вряд ли с этим столкнетесь, но когда данных очень много, то вам так рано или поздно понадобится запускать кластер. В чем сложность? Во-первых, нужно учитывать, что для того, чтобы запустить кластер, нужно иметь три инфанса Redis, минимально. То есть, чтобы этот кластер работал хорошо и нормально, без сбоев, нужно минимум три, грубо говоря, сервера Redis запустить. При этом, автоматически эти мастеры, они становятся три сервера мастером, и между ними распределяются данные. То есть, грубо говоря, ваши данные разделяются на три части, одна часть хранится на первом сервере, вторая часть на втором, третья на третьем. Соответственно, объем данных суммируется. То есть, это можно хранить уже в три раза больше данных, чем позволяет один сервер, допустим. АЗУ, с ограничением АЗУ, который доступен на сервере. Но, например, вы можете и так далее. То есть, если вы хотите еще отказоустойчивость добавлять, вы добавляете еще три сервера по слейлу на каждый из этих мастеров. Все, и классер автоматически, допустим, один из мастеров падает, он переключает реплику мастера на ту слейл, которая у него там есть, и, соответственно, данные никуда не теряются, потому что, если, ну, там есть неприятная особенность, если из этих трех, допустим, вот на трех серверах вы запустили, один из этих серверов становится недоступен, все, у вас целый кассер становится недоступен, но вы оттуда вообще данные не прочитаете. Поэтому делают еще реплики слейл, тоже три экземпляра, и таким образом как бы вы не потеряете ни доступа, ни данные никуда не потеряются. Ну, и так далее. То есть, если, допустим, вам нужно, не хватает трех частей, вы хотите поделить на шесть, вы запускаете еще шесть инстансов, то есть, ну, вот так в такой вот геометрической прогрессии по шесть штук там добавляете, и вот между ними данные начинают распределяться. Это называется шатлик. Вот основные моменты, по которым работает Родис. Ну, в общем-то, все. Как бы, есть еще ряд некоторых особенностей в Родисе, но это довольно-таки низкоуровневый. То есть, например, можно у Родиса с четвертой версии можно дописывать модули свои. То есть, если вам, допустим, стандартной функциональности не хватает, вы можете добавлять модуль, написанный на C или C++, подключать его к Родису и все таким образом расширять функциональность вашей базы данных просто в невообразимых пределах. Тут даже вот есть пример, который вы можете написать, добавить какие-то команды в него или что-то такое на уровне сервера. Хорошо, спасибо большое. Ты все вопросы видел уже, да, которые в чате были? Ну, собственно, я на них, наверное, все и ответил. Да, вроде бы на все отвечал. Вы были еще какие-то, вот я, к сожалению, упустил момент, да, на все или не на все. Если есть еще вопросы, ребята, задавайте. Вот, пару слов про транзакционность, атомарность и касс. нету, это редис, так как это типичный представитель SQL, а цида у него нету, то есть, ну, атомарности, консистентности у него нету, но он частично в каком-то виде поддерживает. Ну, собственно, транзакционность это можно выполнять пиплайном, так называемым, командой, ладно, одной командой, и таким образом, если какая-то из внутренних команд не выполняется, не выполняется ничего, ну, вот как-то так вот. Касс, это, я так понял, согласованность, что ли, что-то такое, класс, это может быть компейнт-сейв, вот этот паттерн, когда одной командой ты можешь и прочитать значение проверить, и изменить, если оно там. А, да, такое есть в редисе, есть команда get set, что-то такое, или set get, читайте данные, и сразу можете его заменить или там изменить. Помимо этого, там можно инкрементировать и, то есть, как бы увеличить значение по ключу или уменьшить, это очень быстро происходит. То есть, вам не нужно все это в коде отслеживать. Ну вот, с помощью компейса, тут пишет компейс-своп, да, правильно, шифровка. С помощью него можно как раз обеспечить блокировку и своеобразную транзакционность тогда, ну, то есть, согласованное изменение данных, но это все вручную приходится делать. про гео. Про гео, да. Нет, там готовых данных там нету, вот, это вот именно с той точки зрения для гео сделано в Redis, чтобы заполнять своими данными. Но вы можете взять ту же самую, как она, кладер называется, эту базу данных с адресами, и просто перегнать ее с криптом в Redis. Будет у вас, пожалуйста, база данных своя. Опять же, это такое, это упрощенная реализация гео, то есть, если, допустим, вам нужно какое-то, какие-то реальные адреса, и, допустим, рассчитывать, сколько времени, допустим, потребуется курьеру дойти от адреса до адреса, то, наверное, в Redis этого недостаточно реализации. Это вам нужно использовать в чужесторонней библиотеке. Яндекс, Гекблог. Ну да, это приходится строить маршруты, если нужна совсем точная информация, но географические расстояния вполне себе Redis считает хорошо. Да, ну то есть, как бы, когда вы небольшой интернет-магазинчик, вот, собственно, берете, одну базу используете, и вот, собственно, она покрывает практически все нужды ваши, более-менее. Так, что у нас еще вопросы есть? Нет? Еще немного ждем. Пока давай выражу со стороны своей благодарность за такую подготовку серьезную, за такой большой материал, который ты собрал, подготовил, сделал. Спасибо. Люди смогут теперь пользоваться этим. Смотреть. без проблем. Если что, пишите даже какие-то вопросы там в чате можете, я, если увижу, отвечу там в этом нашем телеграмовском. Без проблем. Ну, дальше. Я работал с Redis, ну, как бы, я немножко дополню описание свое, как я с Redis сталкивался. Вообще, я работал в разных сферах, в том числе и финансовой, где была база данных подобная MongoDB. Ну, что-то такое. Она называлась обеим Lotus, Domino. Это, по сути, тот же самый MongoDB. Вот. А с Redis я столкнулся, собственно, я уже один из примеров рассказал, это когда я делал лаунчер для игрового сервера. То есть, ну, как бы, для реализации электронной очереди. Также я сталкивался с Redis. Очень сейчас актуально и популярно для большинства движков на сайтов. Ну, PHP в основном я сталкивался с PHP. Ну, тоже, я не знаю, там, WordPress, Joomla, Drupal, какие там еще, PHP, BB, вот это все. У них есть модули, которые умеют работать с Redis в качестве кэша. Все, там достаточно подключить на сервер, запустить на сервере Insta с Redis, в настройках модуля указать порт, по которому будет работать это, все, у вас работает кэш автоматически. Плюс еще, как бы, в некоторых облаках, в том числе в Microsoft Azure, например, они распространяют там по подписке эти кэши на Redis. Тут вопрос про очередь. Еще раз, Игорь, Игорь Лядов задавал, и вот, видимо, передзадает. Вопрос очень такой большой, по объему, в 7.39, видишь ты его в чате? Ну, здесь вот именно про, видимо, Stack Overflow говорит, что... Я упоминал про это, да, я на него на самом деле в процессе... Это стримы, как ты про них рассказывал. Да, я в процессе, когда говорил про паблишер, сабскрайбер и стримы, я, собственно, отвечал уже на этот вопрос. Если надо, я сейчас повторю вкратце. Ну, да, да, и вот вопрос задают, что использовать? Нужно ли RabbitMQ, например, или можно с средствами... Ну, опять же, если вам нужно прям такое, которое гарантированно, допустим, будет хранить очередь сообщений, и вы можете навешивать на них какие-то события, вроде всего этого нету. По умолчанию. Вы можете дописать свой модуль там. В GoScript как-то можно отслеживать, когда помещается, ключ какой-то появляется или удаляется, или что-то такое. Но это очень такое, очень слабенькая реализация. То есть, если вам нужно, допустим, некая очередь задач, которая при, как бы, при своем, при своей актуализации очереди, ну, как бы, этой задачи возникает какое-то событие, начинает обрабатываться какое-то массовое выполнение, то РИДИС, наверное, не подойдет. Ну, допустим, если это просто какая-то, допустим, электронная та же очередь, допустим, или что-то такое, то RabbitMQ отдельно подключать нет необходимости, и все это можно сделать и на базе РИДИСа. Я даже знаю, я как-то слушал доклад, по-моему, из Молдавии, делали они сайты для государственной налоговой службы, ихней, молдавской, и у них там, а, у них нет, у них как раз использовался RabbitMQ, а кто-то из, в аналогичном случае, в какой-то компании тоже делал эту очередь именно на базе РИДИСа. То есть, в достаточно крупных организациях это вполне используется. Так, про Atomic Lock спрашивают, ну, это, видимо, вот про эту операцию Component Swap, Component Exchange. Atomic Lock, я боюсь ошибиться, сейчас я посмотрю, что такое Atomic Lock. Это, скорее всего, лучше всего все-таки читать, гуглить в компе CAS и синхронизация, вот, по таким ключевым словам. То есть, для синхронизации он не потоков используется, а как бы синхронизация отдельных сервисов может использоваться. Ну, для начала, да, для начала нужно понимать, что РИДИС это однопоточный сервис. Ну, имеется в виду здесь, что, если несколько микросервисов хотят одновременно что-то сделать, то как они могут синхронизироваться? Один из них, Фредис, пытается вот с помощью CAS взять значение, если там хранится ноль, он меняет на единицу. Вот такая атомарная операция. Если он не может что-то сделать, то тогда он как бы ждет. Потом повторяется. Ну, этот механизм упрощит, конечно, все-таки читать. Там, ну, вы понимаете, что это очень быстро происходит? То есть, вот даже на моем простом компьютере, в Windows, не в Linux, в Linux еще быстрее, на моем четырехъядерном процессоре, ну, не четырехъядерном, а сколько, одно ядро у меня 4 ГГц дает, да, частоту. На 4 ГГц у меня один ГЭТ, ну, как бы, получение или изменение ключа выдает производительность около 100 тысяч в секунду. Ну, представляете, какая-то бешеная производительность. Если вы поставите туда какой-нибудь там современный процессор, какой-нибудь Ryzen серверный, да, где там 5 ГГц на ядро, и это все работает в Linux, где еще быстрее это все работает, там вы можете спокойно запустить и 200 тысяч, и миллионы, он вполне может и миллионы в секунду получать, обрабатывать. особенно если распределить там по репликам, распределить по кластеру, то, собственно, эта нагрузка, она размазывается по разным экземплярам Redis. Хорошо, ну, все, кажется, тут все говорят уже спасибо. Про многопоточность спрашивают? Ну, я сомневаюсь, что его сделают многопоточным, собственно, его не для этого делают, но кто знает. То есть, как бы там все может быть, я сомневаюсь, что его сделают многопоточным, тот же, например, Node.js, он до сих пор однопоточный, ничего, справляется же. Ну да, там, может быть, это и не столько нужно, потому что, по большому счету, многопоточность нужна, когда одновременно идет изменение одних и тех же данных, а Redis, он как раз построен по другому принципу. Да, ну, его изначально придумали как получение данных, поэтому-то. Ну да, все микросердисы, если они что-то меняют, то они меняют каждый свои данные и не мешают друг другу в этом, как бы, преимущество и плюс и скорость. Но, опять же, вы можете сделать псевдо-многопоточность, то есть, вы можете настроить, запустить несколько этих инстанцев Redis, каждый на своем порту, допустим, пять штук, сделать из них реплики одной базы данных одного инстанца, разрешить в репликах запись и все, и вот, пожалуйста, у вас, вы можете в одном, как бы, в одну базу данных писать свои данные, в другую базу данных свои данные, они друг другу уже будут не мешаться все. И между собой они очень быстро синхронизируются, такие-то. Так, значит, да, уже снова пишут спасибо-спасибо. Пожалуйста. И тогда еще организационные моменты, запись есть. Сейчас, ну, какое-то время уйдет ее на ее обработку, я ее выложу, и ссылка будет у нас в Telegram чате Клуба программистов и на сайте метапком и на сайте Клуба программистов про КМСК.ру. Слайдов у нас сегодня нет, так что, в общем, слайдов не будет, будет только видео. Еще раз большое спасибо за проделанную работу, за подготовленный доклад. Надеюсь, что это не последний раз, что еще есть какие-то материалы интересные, есть еще о чем рассказывать. У меня про базу данных есть много, что рассказать. Да, вот это было бы круто. Ребята вон очень впечатлены, говорят, что было интересно, это здорово. И спасибо еще раз и до свидания. До свидания всем.